Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим еще об одних исполнителях, которые были в киноконцертном зале «Панорама» и которые с любовью и радостью встречаете вы и мы как работники киноконцертного зала. Сложно себе представить человека, который не любит посещать концерты любимых сердцу музыкальных групп и исполнителей. Посещение таких мероприятий наполняет положительными эмоциями. Об одном из концертов киноконцертного зала «Панорама» наши посетители вспоминают часто. По мнению общественности, киноконцертный зал «Панорама» со временем становится эталоном артистов, которых мы приглашаем, и мы стараемся удовлетворить интересы разных совершенно зрителей. В киноконцертном зале «Панорама» звучит как классическая народная джазовая музыка, шансон, поп-музыка, эстрадная музыка. И об одном из таких концертов и его исполнительнице я хочу немножечко рассказать. Мы с вами на этой неделе 11 числа на канале ОТР сможем снова посмотреть концерт любимой, безусловно, многими поклонниками представительницы женского шансона Катерине Голицыной. Катерина Голицына – донская казачка. Но родилась в далеком городе Омске, где по распределению некоторое время работали ее родители. Вскоре вновь родители перебрались с семьей на Кубань, где и со всей своей душой Екатерина впитывала всю красоту кубанской природы. Она очень любила петь, она с детства посвящала этому большое количество времени. Училась петь у своего отца, который был невероятно музыкальным человеком, у своих родственников. У любимых кумиров того времени. Но опять же, вскоре родители переводят в Москву. На удивление всем, Екатерина сама самостоятельно поступает в музыкальную школу. На вступительном экзамене просто поражая преподавателей своим необычайно проникновенным исполнителем народных кубанских песен. По окончанию музыкальной школы, конечно же, она хотела поступить в училище имени Гнесиных. С первого раза это не удалось. Но было принято все-таки получать после окончания школы образование. В те времена так была, такая была традиция. Екатерина поступает с легкостью на иностранный факультет, педагогического факультета, где учится очень легко. В студенческие годы она, безусловно, много времени посвящает тому, что она поет. Ну, где можно было петь? В ресторане. Справедливости ради нужно сказать, что руководитель ресторана был необычайно ей благодарен, потому что большое количество посетителей приходило послушать именно ее. Она приобрела для себя ударную установку и заменяла буквально нескольких человек. Когда она поступила все-таки в Академию имени Гнесиных и ей пришлось расстаться с рестораном, то руководитель ресторана долго-долго сокрушался этому факту. Голицына работала в группах «Москвички», «Девчата», «Ровесники» и, наконец, стала лидером вокально-инструментального ансамбля «Катюша». Именно с этой группой в конце 80-х годов она записала свой первый магнито-альбом «Позови меня в ночь». В 1990 году вышла вторая ее кассета «Лучшая подруга». Песни Голицыной, тогда ее знали под именем Катя Яковлева, разошлись огромным тиражом и стали очень популярными в народе. В 1991 году эти два альбома переиздали на виниловых дисках. «Когда я достигла всероссийской известности в легком жанре, я поняла, что в попсе мне делать больше нечего», — говорит Катя. «Вдруг до тошноты надоело заниматься дискотечной музыкой. Петь чисто для заработка перестало быть необходимостью. Муж успешно занимался бизнесом, и кровавым гастролем на износ пришел конец. Настало время подумать о душе, создать себя и, наконец, делать то, что доставляет истинное удовольствие». Творческие имитания Голицыной длились почти 10 лет. Она искала свой жанр. Во время ельцинского правления Катя жила на две страны — Россия и США. Одно время увлекалась кантри и собрала огромную коллекцию дисков самых известных и талантливых исполнителей любимого американским народом жанра. Как-то к ней в подмосковный дом приехал в гости старинный друг, лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазай. Катерина спела ему свои новые песни в стиле американской деревни. Мазай был в восторге и предложил записать альбом с его музыкантами в студии Стаса Намина. Сам Сергей вызвался сыграть соло на саксофоне в композиции «Самолеты», впоследствии ставший хитом. Альбом «Уходя, уходи» увидел свет в 1997 году и получил все, что может получить проект без финансовых вложений и всей атрибутики телевизионной раскрутки. Огромный успех и признание узкого круга профессионалов, друзей и знакомых. Екатерина решила, что для Кати Яковлевой в ее жизни больше нет ни времени, не место. Лишь через несколько лет появилась Екатерина Голицына. «Я уверен, что Катенька написала яркую, правдивую музыку», рассказывает Александр Дюмин. «Многие пытаются петь так называемые «приблотненные» песни, но зритель им не верит. Да и наш узкий круг шансонных певцов таких не любит», сразу отторгает. Катерина же своей искренностью и талантом быстро завоевала слушателей и признание коллег. После первого успеха в шансоне Голицына записала еще три альбома «Любовь заочная», «Декабристочка», «Северный блюз». Катерина не забывает и семейную жизнь. Она верная жена и любящая мать двоих детей. Кроме выступлений на сцене, в 2011 году Катерина работает в ведущей авторской программе на канале Шансон ТВ. Звезда российского женского шансона – неоднократная обладательница престижной премии «Шансон года». Катерина Голицына, безусловно, звезда российского женского шансона, неоднократная обладательница премии «Шансон года». Концерт Катерины Голицыной записанный в киноконцертном зале «Панорама» нам с вами посчастливится еще раз увидеть на канале ОТР 11 апреля. Оставайтесь с нами.